Практическая психология Практическая психология Эледжипсика Это маникюр, прическа Но сколько у нас Прекрасных, красивых, Замечательных, ухоженных Женщин, о которых Вряд ли можно сказать, что они себя любят То есть внешнее проявление Это ещё не внутренняя любовь К себе Это не внутренняя любовь к себе Конечно, это очень большая часть Но это не основная А давайте разберёмся, в чём разница между эгоизмом и любовью к себе. Ну вот мне очень близко такое выражение. Говорят, что человек, который любит себя, он живёт так, как он хочет. Эгоист заставляет всех других людей, окружающих, жить так, как он хочет. Ага, ну я понимаю. Примерно бывало в таких ситуациях жизненных. Когда ты понимаешь, что ты проживаешь, но, по-моему, не свой сценарий. Всё время подстраиваешься. Да, но тут сейчас могут нам сказать люди, что а как же семейная жизнь? Это постоянное нахождение компромиссов. Это всегда увидеть и услышать другого человека. Но при этом не забывать о себе. Да. И вот в чём большая, наверное, разница между теми, кто любит себя и кто не любит себя. Если человек себя любит, он очень хорошо понимает, когда надо подстроиться под близкого человека, когда можно простить, когда можно что-то, ну, не заметить, да, и когда, наоборот, нужно отстаивать своё мнение, свою позицию, когда простить, значит, позволить человеку перейти личной границей. Он очень чётко это понимает. У него как будто под ногами очень прочный фундамент. Он очень хорошо ориентируется в межличностных отношениях и в отношениях с самим собой. Человек, который себя не любит, он не понимает, как жить, он не понимает, как правильно. Он мечется из одной крайности в другую, и у него всё время внутри такой внутренний, ну, как тремор такой внутренний, да. Да, он всё время в напряжении, он всё время не понимает, на что ориентироваться. Нет у него базы под ногами. Давайте мы прямо сейчас на примере приведём, на моём примере, да. Вот сегодня мне муж говорит, я терпеть не могу супы, которые ты варишь из чечевицы и гороха. А я их просто обожаю. И дети мои тоже с удовольствием их едят. И я ему говорю, так ты не ешь. То есть, в принципе, я могла бы сказать, хорошо, я буду готовить для тебя другие супы, да. Как вариант, да. Как вариант тоже. А второй вариант, я могла бы сказать, ой, всё, больше супов никогда я таких готовить не буду, только когда ты уезжаешь в командировку или ещё куда-то там, да. Когда тебе нет дома, всё-всё-всё, я всё для тебя. То есть, вот такой бытовой пример, да, но у меня с почвой под ногами всё в порядке, да. Абсолютно всё в порядке, потому что я не стала, я начала искать компромиссы. У меня есть несколько вариантов. Я не нашла один единственный вариант, когда я интересы себя и своих детей подставила ниже, чем интересы мужа. Я нашла вариант, когда у нас с тобой, может быть, вот так, у меня будет, у нас, у меня у детей будет чечевичный суп, да. А у тебя будет либо что-то другое, либо я тебе приготовлю, либо ты сам как-то с этим вот, ну, в этот момент разберёшься. Всё. Прекрасно. Возвратно. Человека нашли общий язык. Да, нашли общий язык. Вот видите, оказывается, чечевичный суп и любовь к себе, они тоже, в общем-то, не так далеко друг от друга ушли. Ну, вообще, мне очень нравится книга, называется «Жизнь взаймы». И вот там есть такая фраза, кстати, совсем недавно я эту же фразу увидела в Фейсбуке у Юлии Афанасьевой. Она была связана с платьем, да, но тем не менее, я думаю, что откликнется это у многих очень женщин. У вас такой счастливый вид, вы влюблены, да, в платье, очень разумно, сказал герой. Любовь без страха и без трудности, такое не бывает, возмутились некоторые. Нет, бывает. Это составная часть той единственной любви, которая вообще имеет смысл, любви к самому себе. Ещё говорят о том, что любовь к самому себе, она всегда взаимна. Ну, получается, что иногда и нет, когда человек себя не любит. Когда себя не любит. Давайте попробуем изначально выяснить, в какой момент закладывается и какую роль играет семья вот в этой самой закладке любви к себе. Ну, я бы сказала, что очень большое значение имеет первый год жизни, когда закладывается вот то самое базовое доверие к миру. Когда человек понимает, что всё в порядке со мной, всё в порядке с миром, вот эта база, всё хорошо. Потом, конечно, будет другое. Потом будут мамины похвалы или мамины какие-то замечания. Потом будут столкновения с детьми на площадке, с одноклассниками, ещё с кем-то. Но вот основное, оно оттуда. То есть, получается, до года, если ребёнок в благополучной среде, где он чувствует любовь матери и отца, и мир к нему доброжелателен, то эта основа закладывает. Всё остальное потом уже накладывается. То есть, если в этот период его упустить, его потом не догнать. Человек будет учиться потом жить с тем, что у него нет, и уже не появится. Вот недаром же по законодательству, да, у нас даже мужчина не может развестись с женщиной, если ребёнку не исполнилось год. Ну, правда, законодательство – это одно дело, а жизнь – это совсем другое. Ну, они не могут подогнать жизнь, но, по крайней мере, они хотя бы законы грамотные в этом смысле не принимают. Хорошо. А вот ещё я слышала о том, что женщина всю жизнь на себя смотрит глазами отца, если у неё этот отец забыл. Да, или есть. То есть, девочка до пяти лет, которая любима, там, да, лелеяна, взлелеяна папой, которую постоянно папа поворачивал в сторону к себе самой и говорил, восхищался, какая ты у меня неповторимая, красивая, умная, там, ещё какие-то эпитеты, да. И девочка, если это всё было искренне, она принимала это, да, и купалась во всех этих состояниях, то у неё огромное преимущество перед девушкой, которая лишена всего этого. До пяти лет, да, мы знаем, что как раз самое воспитание, оно до пяти лет у нас идёт. И если это было, то ей просто повезло, вот уже изначально. В результате то же самое относится и к мальчикам. Поэтому не надо до пяти лет прямо с мальчишек требовать каких-то там повинностей, ещё чего-то, да, а надо их просто любить. Любить, показывать красоту всю ту, которая есть в них и их окружает. Ну, чаще просто у нас девочки задаются вопросом, как любить себя, потому что девочки, они вообще любят как-то думать очень много, да, о себе, об окружающем мире. Мужчины, они в этом смысле мало думают, они завоёвывают мир, у них цели. Согласна полностью, но мне кажется, что сейчас есть такая порода метросексуалов, мужчин, да, у которых надо ещё нам с вами поучиться, как любить себя. Ну, да, хотя, может быть, это внешние атрибуты как раз любви к себе. Может быть, если посмотреть глубоко, да, мы вот с девочками тут пытались выяснить, что же такое всё-таки любовь к себе, что оно включает. Мы набрали целый лист А4, вот атрибутов у нас там было... Расскажите. ...девять человек, да, и каждый вносил свою лепту, и в итоге мы начали вычёркивать. То есть, например, там девушка занимается уходом за собой, занимается спортом, фитнесом, гарантирует ли это, что если девушка занимается фитнесом, то она любит себя. Есть девушки, которые занимаются фитнесом и не любят себя. Есть. Есть. Вычёркиваем. То есть это не признак, да, любви к себе? Это косвенный. Косвенный. То есть это не значит, что вот всё 100%. И мы вот так вычеркнули почти всё. У нас осталось две вещи всего, при которых вот всё остальное, как бы сказать... Я хочу узнать, что вы вычеркнули. Так, мы вычеркнули... Ух, зря я не взяла этот список с собой. Он прямо был такой длинный. Мы вычеркнули уход за собой. Вот такой классический, да, вот этот, где там спа, маникюр, прически. Некоторые женщины, не любя себя, убегают, да? Именно вот в это, да? Да, во внешнюю атрибутику. А внутри ничего не меняется. А есть женщины, которые достаточно спокойно к этому всему относятся, но при этом ты её видишь и понимаешь, у неё вообще с любовью к себе всё в порядке. Хорошо, тогда что осталось? Вот остались две вещи. Осталось принятие самого себя и уважение к себе. Вот в этом смысле, если человек принимает себя и с уважением к себе относится, независимо от того, занимается он фитнесом или не занимается, ты понимаешь, что он себя любит и ценит. Насколько там у него всегда хороший маникюр, это тоже не зависит. Вот это базовое понятие, при которых всё сразу понятно. Значит, и так принять себя и ценить. Да, и уважение к себе, самоуважение. Хорошо, вот смотрите, в жизни бывают разные ситуации, да? Вроде бы у женщины всё сначала складывалось хорошо, а потом она встретила мужчину, да, который, ну, например, не разглядела в ней ту звезду, которой она и является, да? И вот я всегда говорю про такие ситуации, ну, вот сломалось что-то внутри, да? Ну, то есть ситуации разные. Да. И вот починить себя и вернуть к себе вот эту любовь обратно, это возможно? Да, это возможно, это возможно. С чего это начинается? Ну, если мы говорим, например, о принятии, да, что для того, чтобы себя принять, надо сначала знать, какая я, надо знать, что принимать-то. Да, и работу начинает именно, ну, она параллельно идёт и с принятием себя, и с уважением к себе, да, то есть всегда. Очень интересно, расскажите прямо пошагово, вот это принятие себя, потому что я думаю, что сейчас наши слушательницы, да, да и слушатели тоже, внимательно. Ну, что значит принять себя? Хотят узнать эту информацию. Принять себя – это что такое? Вот что слово «принятие» – это вот что? Узнать сначала себя. Узнать, ну, в моём понимании, да, все мои плюсовые стороны, все мои слабости и ресурсы для того, чтобы я потом трансформировалась. Ну, я бы сказала, что принять себя – это, как сказать, принять себя таковой, какая я есть на данный момент, а не такой, какая я могла бы быть в принципе. Ключевая фраза на данный момент. То есть это не значит, что если я себя принимаю, то я никогда не буду совершенствоваться, развиваться, чему-то учиться, нет. Это значит, что я в данный момент принимаю себя со всеми своими плюсами и минусами. То есть, к примеру, ну, есть у девушки лишний вес, да, но всё бывает в нашем мире. То есть, что делают большинство, наверное, девушек? Когда я похудею, я тогда буду себя украшать, я буду покупать себе хорошую одежду, я буду там красиво выглядеть. А пока я ещё нет, я в процессе. Так вот, человек, который себя принимает, он понимает, у меня сейчас лишний вес. Хорошо. Хорошо, но при этом я буду всегда прекрасно выглядеть и буду делать шаги к тому, чтобы сбросить вес и стать такой, как я хочу. Но пока я вот такая, я себя не ругаю за это, я себя принимаю. И не наказываю. Не наказываю, да. Я себя, наоборот, хвалю, украшаю, хвалю за то, что я какие-то шаги делаю к тому, чтобы стать тем, кем я хочу. Да, ну, в смысле фигуры мы сейчас говорим. Так же со всеми остальными своими качествами, потому что нет среди нас идеальных людей. Нет у нас ангелов с крыльями, все мы люди. Отлично. Итак, принятие. Вообще это болезненный процесс, мне кажется. Достаточно, да. Особенно если тебе уже сказали о том, что у тебя ноги не той длины, если тебе волосы достались от какой-нибудь прабабушки, которую все в роду не любили, или ещё что-то. Но, тем не менее, мы с вами понимаем, что когда ребёнок, когда если это ребёнок, то он, конечно, верит во все эти слова, которые сказаны, да, и он принимает это. А если ты уже взрослая девушка или женщина, да, то ты уже не можешь пенять на все те детские травмы и обиды, да, а просто берёшь себя в руки и начинаешь принимать. И заедная в день. Это как, пришли к психологу, а психолог вам прописал в рецепт. Принимать себя, там, три раза в день, да. Себя как-то готовить надо. Понимаете, как есть. В каком виде, да, действительно так. Кстати, про починку, да. Одно дело, девушка просыпается и говорит о том, что, ну, вот, да, как-то я себя всё время чувствовала не готовой принять себя, там, да, не очень как-то я себя там любила. И вот я с понедельника сегодняшнего дня начинаю, да. А бывают ситуации, когда тебя жизнь просто ставит, да, и ты понимаешь, что дальше вот в том состоянии, в котором ты сейчас пребываешь, что ты больше уже не можешь в этом состоянии двигаться вперёд, да. Я говорю про диспатизм, например, с другой стороны, там, да, про психологическое, физическое насилие, ещё что-то. Потому что ведь это тоже, да, тема жертвенности, тема жертвы, которая... Ну, вот это туда же, да, что я себя не люблю, я допускаю вещи, которые человек, наверное, не может допускать по отношению к себе. Вот есть ли в вашей практике, что люди, которые пережили вот эти травмы, они намного дольше восстанавливаются в процессе принятия себя и вообще возвращения себя, ну, к своей ценности, к своей личности? Они, конечно, восстанавливаются дольше, потому что тут ещё идёт процесс переживания травмы, а она бывает достаточно болезненная и очень серьёзная. То есть к тому, что проходит такой человек без жёстких травм в своей прошлой жизни, тут добавляется ещё период, когда мы с травмой работаем. И тогда, конечно, сложно. Ну, нет, ничего невозможно. Нет, ничего невозможно. Это мне фраза так нравится. Мы все хотим встретить любовь, но любовь к мужчине начинается к любви к себе. Многие пытаются найти любовь во вне, во отношениях женщин, начаться надеяться, что появится мужчина в её жизни, и жизнь, наконец-то, её изменится, станет другой. Ну что, мы с вами сейчас должны убедить всех женщин, что сначала нужно полюбить себя, и потом этот мужчина обязательно появится. Что для этого нужно сделать женщине? Прямо вот можно по шагу, так как у нас называется практическая психология, я знаю, что сейчас очень много красивых, одиноких, успешных женщин слушает нас, которые говорят, ну, я хочу знать, с чего мне начать, как мне действовать, да? Готовый рецепт, конечно, мы сейчас в процессе его и приготовим. Хорошо, будем готовить. С чего, ну, то, что я сказала, да, с принятия себя, конечно, тут одной, наверное, будет сложновато. Вот честно говорю, что если этот процесс хочется запустить, сходите к психологу хотя бы на одну консультацию, чтобы человек показал направление и сказал, как работать. Потому что одной рецептов очень много. Можно открыть интернет. Я когда готовилась, когда-то вести курс, я открывала интернет и смотрела, что предлагает всемирная паутина на тему, как полюбить себя. Прекрасные, совершенно замечательные рецепты. Надо перестать себя критиковать, надо перестать себя ругать, надо это... Всё замечательно. Возникает один вопрос. Как? Как, если я себя всегда ругаю, если я к себе очень требовательно отношусь, если я за малейшую провинность, там, себя нехорошими словами, да? Как? Это достаточно сложно сделать. Так вот как? Вот я бы, честно, сказала, что сходите к психологу сначала, первый шаг. Мы сейчас у вас, к психологу. Расскажите нам, как себя перестать критиковать? Иногда это надо делать вот прямо усилием воли. С одной, да? С другой стороны. Я, например, даю своим клиентам задание. Каждый вечер, вот день у вас прошёл, вы заводите себе красивый маленький блокнотик, вы его открываете вечером и записываете, да, минимум 10 вещей, за которые сегодня я могу сказать себе, что я молодец. Или благодарить себя, да? Да, или благодарить себя, но тут в чём дело, да? Во-первых, эти вещи у всех разные. То есть если человек очень мягкий, очень добрый и всегда всем идёт навстречу, то он себе поставит... И 20 таких плюсиков. Плюсик за то, что я кому-то сегодня сказал, извини, но я не смогу, да? И он скажет нет. Другой, наоборот, слишком жёсткий, слишком требовательный. Кому-то поможет за это себе плюсик поставить. Мы все разные, да? Кто-то там очень жёстко умеет всё планировать, и не может расслабиться, и тут выйдет два часа, погулял по городу, плюсик поставит. А второй, наоборот, не умеет планировать, а день запланировал, всё сделал, за это плюсик поставит. То есть для этого и нужен психолог, да, чтобы конкретно было... Надо определить, за что, потому что мы все совершенно разные. Потому что рамки, иначе, будут очень широкие, да? Я могу написать о том, что я сегодня погуляла там с собакой соседа, да? А это вообще к любви, а ко мне лично ничего не имеет никакого отношения. То есть это должны быть маленькие-маленькие результаты, которые я вот за этот день достиг. Для себя. Для себя. У нас удивительная, кстати, вещь. Мы не умеем... Я не знаю, это у всех так, это в русском менталитете. Мы не умеем признавать собственные результаты. Мы иногда ругаем себя в 10 раз охотнее, чем признаём, что я сегодня что-то стоящее сделал. Это бывает очень иногда жёстко. Действительно, я с этим тоже сталкивалась, когда вот введёшь группы, например, да, вот этих для девушек, для женщин, о том, что, ну, давайте мы сейчас с вами просто найдём вашу ценность, да? И девушки вот так друг на друга смотрят и говорят, ну, в чём наша ценность? Ну, да, я мама хорошая. Да, я там хороший специалист, да? А кроме этого ещё что-то есть в тебе ценное? И удивительно, но нас действительно жизнь не заставляет об этом задумываться. И вот когда ты начинаешь об этом думать, ты понимаешь, боже, я такое сокровище, во мне столько компетенций, да, у которых, например, у этого, у этого и у этого человека нет. И уже как-то осознание себя как вот именно какого-то такого огранённого алмаза, да, даёт силы двигаться дальше. Вот оно самоуважение, про которое мы говорили, что это вторая составляющая любви к себе, да, вот одно принятие, второе самоуважение. Когда я понимаю, что я действительно много могу, что я не просто день так прожил, а я много что сделала, да, для себя, для кого-то ещё. И тут ты прям себя заставляешь вдруг увидеть, что меня есть не только за что просто так любить, меня есть за что уважать. И вот это один из, кажется, что это, конечно, такая мелочь. Игра. Игра, да. Она даёт очень хорошие, очень ощутимые результаты. Итак, все завели уже блокнотики красивые, ручки, и с сегодняшнего дня, с сегодняшнего понедельника мы пишем, ну, о своих ценностях, да, о том, что в нас такое хорошее есть, и что мы для себя хорошее умеем и с удовольствием делаем, да. Вот я, например, открою по секрету, да. Я всегда по понедельникам, когда выезжаю из дома, я проезжаю через цветочный магазин и покупаю себе букетик домой, маленький такой, чтобы вот он прямо в маленькую мою вазочку входил, да. Букетик в офис себе, чтобы люди приходили и видели, о, какая красота, да. Особенно дети на это очень активно реагируют. Просто понюхать, там, потрогать, там, покусать, да. Но меня вот это радует, меня вот это наполняет, и я это тоже называю таким, знаешь, любовью к себе. Конечно, конечно. А какие у вас есть проявления любви к себе? Вот такие. Маленькие, но яркие. Ах, вот букетики я, к сожалению, не покупаю. Но хорошая мысль. Просто я действительно очень люблю цветы, и, наверное, это очень греет, да, на рабочем месте. Особенно я по секрету расскажу. Я даже нашла те цветы, которые долго стоят, и они постепенно открываются. Если вы покупаете в бутонах, например, альстромеру или же хризантемы, да, они вот как раз с понедельника по пятницу на рабочем столе на вашем будут вас радовать. Да, кстати, да. Потому что розы иногда имеют свойство быстро вянуть. Ну да. Хорошо, ваш секрет. Я давно уже, как сказать, приняла себя и примирилась с собой. Я знаю, какие у меня есть недостатки. Я понимаю, что с ними бороться, ну, бессмысленно, да. Я им потакаю, можно сказать. То есть это там полежать час в ванной и не заботиться о том, вся ли там посуда у меня помытая, и всё ли у меня там хорошо вымыться посуда, никуда она не денется. Ну, видите, это тоже, оказывается, проявление любви к себе самой, да? Хорошо, идём дальше. Что там ещё у вас такого секретного есть для девушек, которые однажды приняли решение, что они будут себя любить? Ну, у нас очень такая серьёзная работа с внутренними негативными установками, да, вот как раз теми, которые иногда, бывает, закладываются в детстве. То есть с ними, ну, для того, чтобы принять себя, надо с ними разобраться. То есть идёт работа по тому, чтобы трансформировать негативные установки в более позитивные, которые помогают принимать себя. А можно сразу же на практике? Вот, например, там мать дочери говорит, да, у тебя руки не с того места растут, да, поэтому что бы ты ни взяла, всё там просыплешь, разобьёшь и так далее, да. Женщина, что в итоге у нас получается? Она же боится печь дома. Мама всё равно же говорила, да, что у меня там хозяйка никудышная получится, или ещё кто-то говорил. Хорошо, то есть мы делаем, что, да, мы нашли такую установку, мы хорошо бы найти, откуда эта установка. Вот тут понятно, что мама как-то в детстве сказала, да, то есть нашли, откуда растёт, и меняем на другую установку, на какую. Да, то есть тут главное не впасть в такой весёлый позитив и сказать, что у меня всё всегда прекрасно получается, потому что, ну, может, не всегда получаться. Не надо себя тоже обманывать. И потом, когда я буду всё время говорить себе, у меня всё получается, а вдруг не получится, это будет следующая травма для меня. То есть надо аккуратно с установками обращаться. Поэтому установка может быть, ну, формулировка может быть, конечно, разной, ну, примерно о том, что я позволяю себе пробовать ошибаться, да, я позволяю себе что-то готовить, когда у меня и получается, и не получается. И если не получилось, то... Я по этому поводу сильно не страдаю, да? Абсолютно ничего страшного. Не умею я печь пирожки. Не умею. Понимаете, да? И что делать? При этом я, конечно же, не чувствую своей ущербности, да, но когда я приняла решение, что пирожков в моём рационе не будет, я сразу же себя похвалила. Значит, лишние килограммы не наберу. Понимаете, да? То есть как бы опять-таки берём и поворачиваем. Рефрейминг такой, да, замена рамок. Во всём есть плюс. Во всём есть плюс. И будем их искать, да? Хорошо. Вот ещё одну хочу привести, один хочу привести пример. Например, значит, женщине 35 лет считают, что всё уже самое интересное было позади. А, да, было позади. Потому что всё самое яркое. А сейчас что? Дома секса нет, детей учить надо, работаешь на трёх работах. О какой любви вы говорите мне сегодня? Ну, это у нас из переписки. 35 лет. Мне кажется, это такой прекрасный возраст, да, когда у тебя только всё впереди, всё самое интересное начинается. Но вот видишь, учить детей надо, три работы, да, о какой любви говорим. Вот с чего, как развернуть эту женщину в 35 лет? В свою сторону, а не в сторону вот ухода от себя истины. Я так понимаю, что у этой женщины очень большая ценность в жизни – это дети. И я бы начала разворачивать с того, чтобы показать ей, что счастливая, любящая себя, довольная мама для детей гораздо больший пример и авторитет, чем уставшая в 35 лет. Это детский возраст практически, чем уставшая от жизни, да, мама. То есть если вы хотите сделать жизнь своих детей счастливыми, их ведь им ведь не только учёба нужна. И не только деньги, которые вы на трёх работах зарабатываете. То есть если вы хотите сделать своих детей счастливыми, вы это не можете сделать по-другому, если вы сами не будете счастливы. Не может несчастный человек научить других детей быть счастливыми. Вот по этому поводу у меня есть ещё одна такая реплика по поводу, что смотрела, как жили родители, всё время страдания, всё время усталость на лице. Думаю, что примерно то же самое ждёт и меня, Рита пишет. Вот мне кажется, что вот это как раз тема по поводу того, что надо, глядя на своих родителей, понимать, что родители – это их жизнь, да, и они просто вовремя, наверное, не сориентировались, или у них не было таких возможностей. Рита, а у вас есть такая возможность? Вы в любой момент просыпаетесь, принимаете решение просто начинать меняться, да? Конечно. Жизнь наших родителей – это их выбор, да, и это их жизнь. И в те времена можно было быть счастливым, просто если я не выбираю то, то я не выбираю. А сейчас, смотрите, у нас сейчас есть такая тенденция, не самая, может быть, хорошая, сейчас же все увлекаются психологией, сейчас же все знают, что мы родом из детства, поэтому стало очень модным все свои взрослые психологические проблемы. Переложить на родителей. На родителей, да, что вы меня недолюбили, вы меня не так воспитали, вы меня не туда. А теперь я страдаю. Это очень хорошая позиция, замечательная, можно вообще ничего не делать. Но это позиция инфанта. Да, но она очень частая стала. И я всегда говорю, что влияние родителей на вас, по большому счету, закончилось в 18 лет. С этого момента вы сами за себя в ответе. Хотите жить несчастливыми – не вопрос. Да, никто не помешает вам быть несчастным. Хотите быть счастливым – все. Родители, что могли вам дать, они вам все дали. Могли бы больше, дали бы больше, но они не могли. Поэтому хватит на них. Смотреть, ретироваться. Перекладывать ответственность. Теперь у вас все в своих руках. Вы взрослый человек, берите себя в руки и идите туда, куда вы хотите прийти. Вот для этого, наверное, нужно видеть какую-то картинку. Есть хорошая притча, когда мы с вами просыпаясь, каждое утро выбираем, мы или страдаем, или мы счастливы. Вроде бы такие состояния, как страдание, счастье и любовь к себе, они же на самом деле очень близки. Да, конечно. Человек, который любит себя, это совершенно не означает, что он всегда в таком вечном позитиве, что он несчастлив, что он… Или наоборот счастлив, безумно. Он все состояния переживает. Переживает и принимает их. Абсолютно. Человек, который любит себя, к примеру, очень редко попадает в зависимое любовное отношение. Так, поподробнее нам об этом. Потому что это не значит, что он не умеет при этом глубоко любить. Такой человек умеет любить и испытывает всю гамму чувств, но в зависимость он при этом не попадает. А он настолько уважительно к себе относится, что он не позволяет другому человеку полностью себя подавить. То есть любить себя очень выгодно в этом смысле. Мне нравится. Есть у нас… Есть ли такое, бывает такое, что приходит на прием человек, и вы видите, что у него нет ресурсов вообще. Нет ресурсов даже заглянуть внутрь себя. Чего я хочу, о чем я мечтаю, куда мне идти, двигаться. Бывает такое? Это очень редко, конечно, бывает. Обычно люди все равно… Если ты жив, значит, что-то в тебе еще есть, да, еще теплится. Да, да. То есть эти ресурсы надо просто вытащить, и обычно получается такие… Это люди либо с какой-то очень серьезной психологической травмой, да, либо люди с физическими, ну, с проблемами со здоровьем. Им сложнее найти ресурс. Вот читала статью, и очень мне понравилось, как раз про эти ситуации, да, что если вы чувствуете, что все, больше не можете двигаться в том направлении, в котором вы сейчас двигались, да, и вы хотите развернуться в свою сторону, то первое, что нужно, это починить себя. Да. Забавно звучит, да, и немножко как-то даже непривычно, да, потому что мы не занимаемся, мы же не машины, да, чтобы нас починить, но, тем не менее, это необходимо сделать для того, чтобы нормально функционировать, потому что если ты функционируешь как личность, значит, у тебя есть дальше какие шансы? Дальше активность, энергия, осознанность и бережное отношение к себе. Ну, вот такая активность, она, наверное, тоже возникает лишь только после какого-то затишья, да, то есть это, знаешь, вот такая нулевая точка, когда ты себя починил, да, потом принял, осознал и понимаешь, что, ну, всё, вот именно с этого момента начинается отчёт твоей новой жизни. Да, это совершенно вообще точное очень понятие. Без этого осознание не приходит, да. Ну и дальше, если ты эксплуатировать себя начинаешь, да, ну, если мы сейчас, да, то помни, что... или кто-то... или позволяешь себя эксплуатировать кому-либо другому человеку, то помни, что за всё приходится расплачиваться, да. Поэтому вот лучше, чтобы ты отдавала всё сама по доброй воле ровно настолько, насколько ты ресурсно и считаешь нужным, да. Итак, активность, энергия, осознанность, бережное отношение к себе. Ну и, конечно же, помни о том, что всегда должно у тебя оставаться ресурсов для себя, родной, любимой, неповторимой, для себя, родного, любимого, неповторимого. Следовательно, даже несмотря на то, что сейчас у нас очень потребительское общество, да, ты в хорошем смысле слова... Вы знаете, есть такое, да, вот мы говорили про эгоизм, да. Вот здоровый эгоизм, он должен присутствовать у человека обязательно. Однозначно. Именно здоровый, да, когда я не позволяю себя, ну, вычерпать до дна, да. Будь то коллега, будь то, например, твой муж, там, или твоя жена, да, твои дети, в конце концов, они тоже черпают полными ложками, да, из нас. Да, то есть нам надо вот где-то восстанавливаться каким-то своим собственным образом. Я где-то как-то в интернете читала, увидела картинку, замечательно, мне так понравилось, когда там маленькие дети трясут маму, мама лежит, значит, на диване, на пузике, и перед ней открыт ноутбук, и она там что-то делает, и они её дёргают, она говорит, дети, оставьте маму в покое, я делаю для вас добрую маму. То есть если вы мне сейчас позволите получить вот эти ресурсы, да, наполнить себя, отдохнуть немножко, у вас будет добрая мама. А если мы позволили вычерпать себя эмоционально до дна, мы не можем дать ни детям, ни мужу, ничего там, ничего нет, что отдавать. Ну, это как раз по вопросу счастливым, ну, вообще нашим детям нужны счастливые родители, да? Да, однозначно. А счастливые родители – это родители, которые любят себя. Да. Ой, хорошо. Ну, а что такое любовь к себе в социальном плане? Это поддержание тех отношений, которые помогают расти, но не тех, которые тянут тебя вниз. Вот хорошая фраза, да? Очень хорошая. Как её в реальности осуществить? То есть вот ты понимаешь, что ты вышла замуж за человека, который тебя на протяжении какого-то времени сначала он тебя любил, ценил, да, и уважал. Ну, тут ты превратилась для него просто в женщину, которая там изо дня в день рядышком, да, и он тебя начинает обесценивать. Во. Суп ему, понимаешь, не нравится. Это естественно. Вот. Как, тем не менее, остаться вот в этих отношениях, да, и не потерять себя? Ну, если я люблю себя, то я себя не потеряю. Я границы-то чётко понимаю, да, что сейчас вот он где-то... Когда люди живут вместе, даже не живут вместе, но в любых отношениях, хоть в дружеских, хоть в семейных, людям свойственно наступать на территорию другого. Это нормально, да, то есть всегда проверять, меня туда далеко пустят, насколько я ещё могу залезть туда, да. И наша задача очень аккуратненько говорить, нет, вот здесь всё, здесь не надо больше заходить. Чтобы не позволить человеку заходить далеко и при этом сохранить его интерес к себе, да, а надо ведь уметь с ним разговаривать, надо ему красиво сказать, чтобы он дальше-то не ходил, а не по носу щёлкнуть, да. Вот об этом мы ещё поговорим. Мы продолжаем программу практической психологии. В студии практикующий психолог Надежда Бушмелева, а также практикующий психолог Наталья Рыбакова. Наташа. Вот про границы. Человек, который себя любит и уважает, он всегда знает, да, свои психологические границы. Он не позволяет другим людям нарушать их, да. И он понимает, что и границы другого человека, да, они тоже чреваты. Он понимает, но и наступает всё равно. Это свойство человеческой природы, его не отнять. Из этого никуда, да. Хорошо. Как правильно, да, как правильно человек, который себя любит, ведёт в таких ситуациях, если его границы нарушают? Ну, естественно, он ведёт себя, такое есть замечательное старинное понятие достоинства, да, он ведёт себя за достоинством. В лучшем случае не устраивать скандалы, не переходить на личности, не говорить, как ты мог там вообще, как ты мог со мной поступить, нет. Надо научиться друг с другом очень хорошо разговаривать, чтобы и позицию свою передать другому человеку, и его не оскорбить, и при этом попросить его в следующий раз, да, быть поаккуратнее. Это такое практическое искусство. Я всегда рассказываю про вот такие я-сообщения, это очень просто на словах, но чуть-чуть сложнее на деле надо попрактиковаться. Если я смогу с другим человеком, мы ведь как разговариваем? Мы говорим всегда, мы с детства так приучены, мы говорим ты сообщениями. Ты такой, 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 да, ты сделал то, 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 да. И человек сразу понимает, что на него, пусть в очень спокойной форме, но на него нападают. И он тут же защищаться начинает. Да, потому что, а как иначе? Как нормальный, психически здоровый человек, он защищает себя. И как только у нас началось нападение защиты, всё. То есть тогда конструктивы не получается? Нет, всё, услышать друг друга невозможно. Поэтому ты сообщения, они не конструктивны в принципе. Конечно, мы не сможем всегда быть идеальными, но если я вдруг вот к той осознанности-то пришла и вовремя сообразила, что мне сейчас надо построить разговор так, чтобы человек меня услышал, да, и не оскорбился при этом, то я начинаю говорить «я» сообщениями. То есть то, что я чувствую в этой ситуации, то, что я, например, не хотела бы чувствовать в будущем. Там очень чёткие критерии, алгоритмы. Там всего три пункта. Они могут уложиться прямо в одно предложение, если очень хорошо, так сказать, навостриться. Итак, внимание. Первый пункт – это я в нейтральной форме обрисовываю сложившуюся ситуацию. Ну, какой? Пример. У меня примерно с ребёнком. Открываешь дверь в комнату, и там ребёнок, 15 лет человеку, а там бардак. То есть я говорю о чём? Что у тебя не прибрано, то есть не употребляю местоимение «ты». Я говорю, в комнате не прибрано. Абсолютно нейтральная форма. То есть это маленькая частичка. То есть вот слово «в твоей комнате не прибрано» уже не покажет. Нет, уже нет. Уже чуть-чуть маленький такой щелчок. По носу. Да, да. А тут «в комнате не прибрано». В никуда. Вот это такая фраза, которой не на что, в принципе, обижаться. Дальше я говорю о своих чувствах, какие я по этому поводу испытываю. То есть мне неприятно. Мне там, наверное, раздражает лучше не употреблять слово, но вот «мне неприятно» – это самая нейтральная форма. И третья часть этого предложения – это «что бы мне хотелось». Мне бы очень хотелось, чтобы ты содержал комнату в порядке. Всё. Отлично. То есть если так научиться разговаривать, это работает на 100% всегда и со всеми. Вроде и не обидно, да? Да. Ясно и понятно, что от тебя хотят, да? И так дальше уже готовность. Хочешь ты это услышать и сделать, или не хочешь, да? Это не даёт стопроцентной гарантии, что человек сейчас тут же кинется собирать разбросанные вещи, но шансы очень сильно повышаются. И самое-то главное, что вы друг с другом разговариваете, человек понимает, какие у тебя сейчас чувства, да, и ты в себе не держишь, не копишь, а высказываешь. Причём высказываешь так, что никому не обидно. Никого не задевает, да? Хорошо. Ну что? Женщина, которая любит себя, она умеет грамотно выйти из разговора или же войти в разговор, да? При этом старается не осуждать других, критиковать или никогда не обмениваться негативом, да? Вот такая, это ведь тоже искусство. Вообще, полюбить себя, любить себя, да, это ещё и развивать себя. Конечно. Развивать во много. Если у меня одна из составляющих это уважение к себе, уважение к себе, оно выращивается на признании собственных результатов, да? Чтобы результаты признавать, надо, чтобы они были, да? А чтобы они были, надо куда-то двигаться, да? Надо вот развиваться, надо в карьере, или там ещё, неважно куда, не имеет значения, да? Но куда-то всё время что-то новое, новое, новое. Конечно. Когда любишь себя, понимаешь, что отношения – это труд, это усилия, которые прилагают обе стороны. Вот смотрите, бывает же такое, да, что вроде бы отношения себя изжили? Бывает такое ощущение. Бывает. Но чаще это бывает у людей, которые себя реально потеряли или не любят, да? Вот говорят, я потеряла себя в этих отношениях и перестала себя любить в этих отношениях. Это не значит, что отношения надо срочно рвать. Может быть, начать с того, что себя найти, себя вернуть самой себе, да? И тогда отношения-то заиграют совершенно новыми красками, не надо будет ничего рвать. Они второе дыхание приобретут. Действительно. Хорошо, на интеллектуальном уровне любовь к себе. Это постоянная подпитка себя новыми знаниями, о чём мы с вами и говорили, да? Но именно теми знаниями, которые приносят истинную радость и истинное моральное удовлетворение. Как мне нравится этот пункт. Вот меня хлебом не корми, дай новых знаний, дай новых навыков, дай новых ощущений, впечатлений, на что я могу дальше опираться и реализовывать себя, например, в каком-то другом новом проекте. Вот мне кажется, это тоже одна из составляющих гармоничной личности, которая себя любит. Это гигантская вообще часть вот этой личности, которая любит себя. Смотрите, у нас в большинства, как в менталитете, что мы, например, вот ребёнок, он рождается, а потом у нас в детский сад, в детском саду постоянно развивающие занятия. Потом он идёт в школу, он учится, учится, учится. Потом он идёт в институт, он постоянно учится. Он учится на протяжении полутора десятков лет. А потом он заканчивает учёбу. И у нас понимание такое, что всё. А дальше учиться, ну, я закончил. Кто-то говорит, слава богу, что я закончил учиться. А кто-то говорит, боже, я не собираюсь этого делать никогда. Они учатся всегда, и это прекрасно. Это очень вписывается в современные рамки, в требования нашего общества. Но почему мы считаем, что ребёнок в 10 лет должен развиваться, а человек в 30 лет не должен развиваться? Мы, получается, с вами в 30-40 остаёмся на уровне вот того 23-летнего человека, который закончил институт. Да, но развитие ведь и разное бывает. Если мы сейчас, например, говорим про... Не именно, что надо получать второе высшее образование, третье. Нет, я не про это. Но развиваться... Либо ты выбрал профессию, и ты в ней совершенствуешься. Да, либо всё, возможно. Сейчас профессия такая штука, которую можно менять много раз за свою жизнь. Это не твой близкий человек, не твой партнёр, которого лучше бы не менять так часто. Может быть, я в другую профессию выберу, и там добьюсь прекрасных результатов. Сейчас вот это позволяет сохранить ощущение какой-то такой молодости внутренней. Да, и в то же время с каждой какой-то новой компетенцией, которую ты наработал у себя, да, это же ещё и повод, опять-таки, ценить себя. Конечно, уважение. Вот оно, оно всё сюда, всё в копилку. Да, для женщины любовь к себе на интеллектуальном плане может выражаться и, например, в посещении каких-то мастер-классов по рукоделию, там, да, может быть, изучение каких-то иностранных языков. То есть когда мы говорим о том, что я хочу... Ну, вот, да, помнишь, я приводила пример о том, что я не знаю, в чём моя ценность, да, но и в чём я вообще великолепна, да. Так прежде чем узнать, ты должна это попробовать. Попробовать, да. Обязательно. Кто-то идеальный кулинар, да, кто-то великолепно там танцует и поёт, да. Просто говорят, я не знаю, что мне интересно. Я спрашиваю, а что вы пробовали? А ничего. Так как можно узнать, что тебе интересно, если ты ничего ещё не пробовал? Поэтому любовь к тебе, она начинается ещё и вот с этих самых проб. И она требует, это работа, да, мне надо куда-то пойти записаться на этот мастер-класс, на этот, мне надо познакомиться, может быть, с этими людьми, да. Это работа реальная. Ещё мне очень нравится такая трактовка, что человек, который любит себя, да, он любит и людей, которые его окружают. Он развивает себя, он развивает своё окружение. А ему же комфортно очень. Ему комфортно с самим собой, и он не пугается людей. Человек, который не любит себя, он всегда, вот без этой базы под ногами, он никогда не знает, что ждать от людей, как я смогу с ними сегодня взаимодействовать, будет ли мне сегодня там хорошо, а вдруг кто-то что-то скажет, я не смогу с этим справиться. У человека, который любит себя, таких проблем нет. Вот сейчас вот разговариваем, да, об этом. Я понимаю, что вот те проявления, которые назвали про человека, который себя не любит, это на самом деле метание внутреннего ребёнка, да? Да. То есть получается, что человек, способный любить себя, это человек взрослый, это внутренний взрослый, который полностью отдаёт отчётность за всё то, что происходит в его жизни. И если его что-то не устраивает, он просто берёт, это меняет. Да, да. То есть это вроде бы просто, да, но когда у человека вот этот внутренний разлад, ему, ну, правда, тяжело бывает, но это всё можно исправить. Что же такое любовь к себе на духовном плане? На духовном уровне, да? Это осознание себя как души, напоминание, что именно душа правит балом, что именно её потребности можно удовлетворять в первую очередь. Ну, прямо так, душа и потребности, да? А как без этого? Например, если ты всю жизнь, да, мечтала, но о чём-то, да, и всё это откладываешь на потом, потому что тебе сначала нужно реализовать метание душевное своей, там, второй половинки, потом метание душевное своих, там, детей, желания, да, а свои желания я откладываю всё время на потом. Вот потом по остаточному принципу, да, моя душа развернётся, и я наслаждаться буду тем, о чём я мечтала всю жизнь, да? Ой, это очень страшная штука, если честно. Не дай бог когда-то вот мне ещё увидеть людей, которые, которым уже поздно. Я видела, наверное, три раза в своей жизни людей, которым уже поздно реализовывать хоть что-то. Вот поверьте, это страшно. Тогда, сейчас у нас впереди много времени, нам кажется, что мы всё ещё успеем, да, вот сначала мы мужа там, да, вырастим по карьерной лестнице, потом мы выучим детей, и потом мы начнём жить. И когда вот этого потом не случается, я сама в такой ситуации не была, я просто видела этих людей, я видела глаза этих людей, это по-настоящему страшно. Когда уже ничего нельзя сделать. И не дай бог никому, вот почувствуйте это на себе. Поэтому не откладывайте, пожалуйста, да, именно роста и любви к себе в духовном тоже плане, да. Делите ваши, вот я всё уверяю, ваш муж и ваши дети будут вам благодарны, потому что иметь рядом интересную, счастливую женщину с горящими глазами, это гораздо приятнее, чем вечно уставшую девушку, такой, может быть, недовольную, потому что ни один нормальный мужчина ничего не хочет делать ради недовольной женщины. Мужчины делают всё ради счастливых женщин. Ради них им хочется что-то там создавать, да, творить. Поэтому вы станьте счастливой женщиной, и всё изменится. Да, и только станьте счастливой женщиной ещё до того, как вы встретите своего мужчину. Так ведь мы об этом сейчас и говорим, да? Это в идеале, если я уже встретила, и вот как вот эта девушка, которая 35 лет, и она прям уже, по ощущениям, она уже на пенсии практически, да. То есть она уже встретила, она уже там в семье, никогда не поздно. Если вы уже мужчину встретили, уже в отношениях не значит, что уже всё закончилось. Действительно так. Ну что, немножко подведём итоги, да, Наташа? Итак, с чего же начинается любовь к себе? Да, очень многие считают, что прежде всего начинается с любви к своему собственному телу, к заботе об этом теле, да. Конечно, о теле мы не забываем, да. Но заканчивается всё душой. Да. И между телом и душой столько ещё увлекательного, интересного, столько всего захватывающего. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте себя, любите, приумножайте, будьте счастливы и ещё раз счастливы. Наташа, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Сегодня в практической психологии рассуждали о том, как полюбить себя единственного или единственную, независимо от пола. Формула счастья у каждого своя, формула любви тоже. Выводите её, доказывайте себе, любите и наслаждайтесь. С вами была Надежда Бушмелева, практикующий психолог, и Наталья Рыбакова. Всего доброго. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова